Помните, значит, вот ребенок – это мозг. Вот все остальное – это придаток к мозгу. Вот эти вот ручонки, ножонки, вот это все – это придаток к мозгу. Потому что то, каким мы мозги сделаем, а это зависит от того, какие внешние факторы. А внешние факторы – самый главный внешний фактор ребенка. Кто? Родитель. Вот про че-вре привязанности слышали? Значит, вот родитель, от него зависит эмоциональное состояние ребенка, его мотивация, его вовлеченность и так далее. И если сам родитель, кстати, находится в состоянии кризиса душевного, психологического и так далее, вы не можете быть хорошим родителем. Вы не можете быть хорошим родителем, ребенок будет истерить. Он будет это, у вас будет улучшаться состояние. И это замкнутый круг, когда травмированные родители травмируют детей, которые травмируют родителей, которые травмируют родителей, когда детей родителей, они все находятся в этом белканом колесе безумия. Поэтому самое важное, конечно, это понимать все, что касается мозга. Вот мы в «Счастливом родителе» в онлайн-курсе, у нас последовательно каждое занятие осваиваем базовый механизм, который нужно понимать. Как формируется привычка? Вообще, ребенок – это набор привычек. Как их сформировать? Как осуществить положительное подкрепление? То, что это не положительное подкрепление, это не конфета. Как отрицательное подкрепление сделать, чтобы ребенок не испытывал потребности больше так действовать? Наказание не является отрицательным подкреплением. Оно является наказанием. Это другая опция. Это тоже... И вот нужно просто вот эту механику всю понимать. Она базовая, у всех мы, мы все набор привычек. У вас, если у ребенка привычка к истерикам, это привычка к истерикам. Это не потому, что он истерик. Он может быть истерик, кстати. Но может быть истерик, это совершенно без всяких истерик. Потому что у него психотип один, но при этом у него, как только истерики, отрицательные подкрепления, ему не хочется больше истерить. Не наказание, а отрицательное подкрепление. Ему не хочется. Или у него положительное подкрепление. Он заистерил, ему родители в ответ заистерили. Началась взаимная истерика, поднимающая, так сказать, градус этого всего. И положительное подкрепление. Он начал истерить, задал тон, все начали работать. Это положительное подкрепление, сработало, понимаете. То, что последствия были плохие, это же вы в 25 лет будете объяснить. Пока рановато. Он пока это не совместит. Он просто видит, что если так вот сделать, то мама начнет бегать, юлой пойдет. А то, что потом попа будет красная, это вот как-то еще не совмещается. Еще не доросло вот это там, связи не доросли.